В Хабаровске наращивают собственное производство козловых и мостовых кранов. Причем, если до санкций компания Кран-ДВ закупала запчасти в Болгарии и Германии, то сейчас подъемные механизмы полностью комплектуются из отечественных деталей. На производстве побывала наша коллега Наталья Чернышева. Это наш козловой кран, грузоподъемностью 32 тонны. Это, собственно, да не собственно, это вообще наше первое изделие, с чего и начиналось наше предприятие. Первое детище компании Кран-ДВ собрали в 2020 году. Теперь он помогает производить другие подъемные механизмы. За два года работы на предприятии произвели больше десятка мостовых и козловых кранов. Они необходимы на заводах, используются при складировании грузов и обычно управляются из кабины оператором. Но на Кран-ДВ механизм перевели на дистанционку. Идет рядом с краном оператор. Это очень удобно. Он не привязан к кабелю. Он в любое место может отойти, посмотреть, как застрапован груз и управлять этим краном. Компания Кран-ДВ входит в холдинг, который образует несколько крупных предприятий региона. Микротерм Плюс и Корфовский каменный карьер. Последний в соседнем цехе производит металлоконструкции, из которых и собирают краны. А электронную начинку для них делают в Микротерм Плюс. Россия, я считаю, получила очень большой толчок, мотивацию огромную развивать все свое производство, которое раньше было меньше востребовано, чем сейчас. Сейчас мы покупаем российские мотор-редукторы, российские контроллеры. И перестроили свои системы, переделывали с импортных на российские. Есть импортный экскаватор, но зачем ввести ковш, если мы его можем сделать сами. Этот ковш был полностью изготовлен здесь, нашими силами. Толщины металлов, применяемые при изготовлении этого ковша, стенки, днище 12 мм, основная балка 30 мм, щеки ковша 50 мм и режущая кромка 80 мм. Часть специалистов, которые трудятся в компании Кран-ДВ, пришли на предприятие с Комсомольского завода по производству подъемно-транспортного оборудования. Но все равно Хабаровский завод в связи с плановым увеличением мощности нуждается в молодых кадрах. Прежде всего инженеры, инженерный состав, инженеры-проектировщики, прежде всего конструкторы-проектировщики. Это самая горячая для нас проблема. Сколько сейчас сложно сказать. Плановая потребность, которую мы смотрим, это где-то 2-3 человека в год нам точно необходимо для дальнейшего плановерного развития нашей компании. В следующем году компания намерена расширить производственные мощности и производить краны грузоподъемностью не до 30, а до 50 тонн. Наталья Чернышева, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.